Всем доброго вечера, зовут меня Нечаев, Денис. Наша задача на этом рекламном вебинаре познакомиться с тем, как добиться больших успехов в области игроделания и как вообще подготовиться к тому, что можно создавать всякие интересные игрушки и, соответственно, сделать это не только в своем хобби, но и в будущем делать подобные свои профессии. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что теперь в современном мире, когда любой человек в телефоне носит мощность, фактически сравнивается с мощностью компьютера, когда все практически играют разнообразно в мобильных приложениях, в принципе, это достаточно интересный бурно развивающийся рынок и, по большому счету, можно будет попробовать на этот рынок проникнуть и начать делать свои игры. Благо, это не так сложно, как кажется. Попробуем все равно с вами разобраться, как вообще игры создаются и так ли это сложно на самом деле, как может показаться. Поговорим про то, как вообще строить весь процесс создания игр, с чего начать и к чему можно будет в этом процессе стремиться. Поговорим про то, какой софт. Для этого можно будет использовать какие программы связаны с трехмерным моделированием, какие программы связаны с тем самым работой с разными изображениями. Поговорим про то, как строится работа с анимацией, и что нужно делать для того, чтобы анимация, которая будет получаться в трехмерных программах. Мы с вами поговорим в этой теме на примере, наверное, самой популярной программы, Тридстури Макс, посмотрим, каким образом именно Макс позволяет готовить модель для последующего импорта в игрушке. Как все это делается, и как потом все это непосредственно импортируется в игровой движок, чтобы у вас уже получился реальный персонаж, который будет на экране вашей игры каким-то образом двигаться. Ну и поговорим про то, как вообще все это можно будет построить в плане вашего будущего возможного обучения у нас, и что при этом у вас должно импосредственно будет получиться. Итак, что нужно примерно представлять себе перед тем, как вы соберетесь нырнуть в эту область иглоделания. Как мы с вами прекрасно понимаем, все игрушки так или иначе будут связаны с некими изображениями, невозможно будет раствор изображения, или с некоторыми тюкмерными объектами, в зависимости от того, какую вы будете игру делать. Поэтому, как минимум, вы должны уметь работать с какой-либо программой, которая умеет работать с фотографиями. Ну, как правило, это все-таки будет адовская программа, которая в Photoshop, наверное, самая популярная программа для обработки фотоизображения в той же время. На самом деле вполне подойдут и другие, в том числе и бесплатные аналоги этой программы. Самое главное, что представляю, что раствор картинки могли в случае необходимости какие-то коллажи на основе его фотографий собирать. Даже если будет работать в будущем с однообразными трехмерными моделями, и будет создавать разнообразные трехмерные игры, практически всегда вам потребуют создавать те же текстуры для ваших объектов, делать всякие разные красивые фоновые изображения. Поэтому без раствор картинок никак, соответственно, нам придется так или иначе вам с этим столкнуться в обязательном порядке. Если вы еще будете чуть-чуть уметь рисовать, это будет очень большой плюс, потому что и те же самые старты, какие-то концерты ваших будущих персонажей, и те же самые уровни игр, если вы сможете заранее их нарисовать, представить себе в виде рисунка, что у вас будет получаться, гораздо проще и легче все у вас будет впоследствии выходить. Конечно, вот, примерно, то же самое. То есть не требуется делать совсем детальный рисунок, конечно, самым главным набором какой-то такой сделать, чтобы было понятно, что к чему. Достаточно будет общий контур того же самого персонажа создать, чтобы в дальнейшем, когда вы будете в том самом максимуме его создавать, чтобы вы уже понимали, что где, как, какие пропорции, какая там поза у него будет приниматься и прочее, прочее. Скетчинг вполне для этой темы замечательный проект. Если вы планируете работать с трехмерными играми, без вариантов, вам нужен будет редактор для работы с трехмерной графикой. Любой из них, мы с вами чуть попозже скажем, какие редакторы вообще есть в природе, и на что нужно будет внимание обращать при выборе того или иного редактора. Но по любому инструменту играть, вам придется работать. Хотя сейчас очень много есть готовых моделей, и на самом деле, тоже покажусь попозже, практически все игровые движки, которые уже на финише будут вашу игрушу собирать, будут уже подготавливать ее для публикации, они будут содержать большую коллекцию готовых моделей, которые есть и бесплатные, есть и покупные, то есть есть у него там специальные магазины, те же самые персонажи, которые сразу можно в своей работе использовать. То есть в принципе на первом этапе, если, например, не хотите совсем сразу глубоко нырять трехмерную графику, а хотите сразу начать уже создать какие-то забравные игрушки, вполне можно будет начать работать с готовой моделью. Но в дальнейшем все равно практически всегда каждая игрушка, которую будете пытаться в дальнейшем делать, будет предполагать, что это будут какие-то уникальные персонажи, уникальные угли, всем придется делать что-то свое. Поэтому все равно на будущее структурная графика придется познакомиться так или иначе. И так как в дальнейшем практически все ваши действия связаны с управлением вашими персонажами, будут связаны с работой с клавиатурой, работой с мышей, работой с теми самыми сенсорными экранами мобильных устройств, нужно будет обязательно познакомиться с программированием. Здесь вторая самая ситуация, ввиду того, что тема эта страшно популярная, уже за годы создания компьютерных игр есть вполне накопившаяся коллекция готовых тех же самых программ, которые вы с работой можете использовать в плане управления тем же самым вашим персонажем. Но все равно хотя бы небольшое представление о том, что такое программирование, как оно работает, вам нужно будет обязательно иметь, иначе вы даже готовые программы все равно будете использовать, не будете. То есть современный игродел, человек достаточно разнообразно, подготовлен в разнообразных областях, ввиду того, что постепенно все это очень так усложняется, и модели становятся сложнее, и программы, которые управляют моделями становятся сложнее. Конечно, в реальной жизни, как правило, играми уже занимается не один человек, а целая там бригада людей. Кто-то программит, кто-то, соответственно, готовит модели, кто-то модели текстурирует, кто-то модели анимирует, кто-то сеть моделей уже собирает некие сцены. Но если говорить про какие-то небольшие игры, то в принципе создание не очень сложной, не очень большой игры вполне по силу одному или там небольшому количеству людей. И тогда, конечно, очень хорошо будет, если вы будете таким продвинутым специалистом, будете представлять, как, что, где у вас происходит на любом уровне подготовки к созданию вашей игры. Ну и на самом деле на будущее, если даже будете в дальнейшем планировать работать в большом коллективе, если вы будете представлять себе каждый этап создания вашей игры, хотя бы на таком базовом уровне, вам гораздо будет проще и удобнее понимать, что в итоге у вас будет получаться, и что вы должны будете делать на той части вот этой сцепочки, которая будет заниматься. Будет там моделить или будет там программить. Если даже вы будете в дальнейшем работать тем самым моделером и будете хотя бы чуточку представлять, как в дальнейшем эта модель будет управляться с помощью каких-то программ, вам гораздо проще будет понимать, что нужно сделать в модели для того, чтобы в итоге все хорошо и правильно получилось на выходе под программирование. Итак, я решил начать создавать какую-то интересную игрушку, и первая проблема, которая у меня будет возникать, это, собственно, выбора самой игры, какую игру я хочу непосредственно сделать. На самом деле, все прекрасно понимают, современные игры делятся на очень большое количество категорий, но если говорить про тип игр в плане подготовки исходного стартового контента вашей игрушки, и все можно будет разделить на три большие категории. Первая категория – так называемые текстовые игры. Один, наверное, самый первый вариант игры, который вообще появился в свое время, очень давным-давно, когда только зарождался интернет на стране, были очень популярны интернетские игры такого формата, ну, примерно все вот так это смотрелось. Какой-то экранчик, какие-то там текстовые сообщения, соответственно, это сообщение читает человек, рассуждает, думает, и в итоге какие-то действия, связанные с тем или иным текстовым сообщением, непосредственно он выполняет. Типа, вышел он из города, обычно команды, которые в этот текст игрушки как иначе использовались, они прямо так писались в интерфейсе игры, типа, выйти из города, и у вас там появляется наконец сообщение, персонаж вышел из города. На встрече появился люто волк. Ударил кто-то волка мечом по ноге, соответственно, персонаж делает против действий, какие-то ответы на тексты сообщения непосредственно пишутся в вам чате. Игрушки, конечно, такие раньше были совсем страшненькие, и уже, естественно, они в настоящее время чуть-чуть потеряли свою актуальность, только, наверное, для совсем-таки поклонников старых игрушек, какая-то ценность таких пасхищных текстовых игр осталась. Но в настоящее время такая категория игр набирает снова очень сильно обороты, ввиду того, что появились достаточно мощные мобильные устройства, в моду входят так называемые графические новеллы, когда есть какая-то история, рассказывая не только текстами, но и каким-то картинками красивыми, и еще в зависимости от ваших ответов, которые периодически возникают, у вас эта история будет непосредственно развиваться в каком-то направлении. То есть что-то наподобие такого романа текстового с красивыми картинками, где вы еще принимаете какое-то непосредственное участие. Все это пришло к нам снова от наших восточных друзей, с Японии, ввиду больших популярностей аниме в нашем стране. Как раз японцы в свое время очень сильно на эти графические новеллы сидели, поэтому потихонечку все это у нас уже тоже возрождается и снова нам проникает. Если посмотрите в топ игрушек, в тот же сам Google Play или в App Store, обязательно где-то там в топ 20 вы увидите несколько игрушек, которые к таким-то графическим новеллам относятся. И на самом деле это не очень плохой способ начать свою игровую деятельность. Плюс в создании таких игр относительно сложно, в том плане, что графический контент обычно статичный, красивый фотографий, красивый картинка, красивые рисунки. Но, как правило, здесь уже требование уметь рисовать будет немножко повыше, потому что, как правило, все вот эти иллюстрации, они создаются непосредственно вручную. Немного более простое программируемое, не требующее сложного управления другимым персонажем. То есть несложные кнопки интерфейсные, какие-то там варианты ответов, да, нет там и проще-проще. То есть в принципе все очень можно красиво сделать, не очень сложными средствами. Из минусов выбора такой категории игр нужна очень мощная база в плане авторская. То есть должна быть действительно интересная история, типа там книжка какая-то действительно интересная, чтобы пользователь все это мог читать и непосредственно мог бы действительно заинтересоваться в прохождении этой истории. Но тем не менее, как бы снова тема на подъеме, особенно у молодежи, поэтому в принципе можно подумать о том, чтобы начать свою игровую жизнь именно с этих игрушек. Но все равно для некоторых пользователей такие игры не будут очень актуальны, потому что хочется какого-то драйва, экшена. Поэтому двухмерные игры. Здесь все будет немножко поинтереснее, поспортичнее. Ну, все эти игрушки у себя на телефоне в большом количестве видели. Те же самые всякие разные Angry Birds. Плоская игрушка, плоский интерфейс, красивые нарисованные фоны, персонажи, которые каким-то достаточно интересным образом двигаются. Вот 2D игрушки вызывают, что у вас нет такого ярко выраженного объема. Всегда видят ваш персонаж с какой-то определенной стороны. Это могут какие-то такие быть уровни. Это могут быть, ну, что-то типа вот такого. Ну, какой-то такой файтинг мощный. То есть когда в качестве вашего персонажа вы рисуете в том же самом фотошопе набор картинок. Персонаж стоит, персонаж бьет, персонаж там поднимает ногу, соответственно, без соперника. И уже сам игровой движок, в зависимости от того, какие там кнопки будет сжать пользователь, он будет в соответствующий момент сжать соответствующую картинку, и у вас будет получаться какое-то красивое такое действие. Тоже отчасти достаточно интересный способ начать свою игровую карьеру из некоторых минусов. Тоже, как правило, требуется умение рисовать, потому что все вот эти персонажи, это, конечно, уникальные персонажи, которые обычно отрисовываются под эти уникальные проекты. Из плюсов относительно сложно программировано, то есть здесь все будет попроще по сравнению с тем же самым трехмерным играми. И, в принципе, двухмерные подобные игры – это просто идеальный вариант для ниши мобильных устройств. То есть если хотите побыстрее в этот тренинг ворваться, начать именно с мобильных приложений, это очень-очень правильный выбор. Поэтому двухмерные игрушки – достаточно плохой способ тоже начать свою такую игровую жизнь. Но только надо, конечно, уметь рисовать или иметь знакомых художников, которые вольются в ваш коллектив, потому что здесь придется непосредственно все эти красивости, фоновые объекты, интерфейсные объекты, персонажи достаточно неплохо отрисовать, чтобы уже непосредственно пользоваться и заинтересовать. Ну и, конечно, вершина всех этих игр – это, конечно, трехмерные игры, в которых ваш персонаж реально трехмерный, его можно отрисовать со всех сторон, он ведет себя как совершенно полноценный человек. В зависимости от сложности игрушки, от сложности модели, от качества текстур, от качества освещения, которые будут в вашей игре получаться, можно будет добиться совершенно полноценного киношного эффекта, когда игра практически нечего не будет отличаться численно от реальной картинки с какого-нибудь блокбастера. Есть игрушки подобные и под мобильные устройства, но, как правило, все-таки позиционируют совсем сложные игры для больших компьютеров, но, тем не менее, тоже достаточно интересная ниша, которая позволит уже всякие такие вот настоящие, почти что реальные трехмерности непосредственно создавать и уже действительно попытаться воплотить в реальность свой придуманный трехмерный мир с ландшафтом, с корами, с речками, с персонажами, с объектами. Все как в реальной жизни. Это самый сложный вариант игры вообще. То есть помимо того, что диреклограммирование будет достаточно сложное, еще и, конечно, большое требование к контенту в плане самих моделей. То есть все эти модели рисуются, как правило, конкретно под каждую игру. Очень большая работа и трехмерщиков, и текстурщиков, и аниматоров. То есть, в принципе, как правило, уже когда разговаривают про большие трехмерные игры, это все-таки уже ориентироваться нужно будет на достаточно большой коллектив. Как правило, самому человеку одному сделать полноценный трехмерный мир бывает тяжеловато. Нас как раз интересуют именно эти игры, нас интересуют именно трехмерные персонажи. Сразу скажу, что, в принципе, если не бороться за такое настоящее трехмерное качество, если не множествовать модели упрощенно, возможно, даже в каком-то мультяшном варианте, то можно, в принципе, достаточно неплохо самому сделать полноценную трехмерную игру с достаточно интересным управлением. Тоже в большом количестве все эти игрушки вы видите на тех же самых мобильных устройствах. Поэтому, в принципе, можно будет и трехмерные игры самостоятельно попробовать в будущем создать. Ну и, конечно, сразу возникает законный вопрос, как и что нужно сделать для того, чтобы уже приступить к созданию ваших будущих трехмерных моделей, которые вы будете непосредственно вставлять в ваши трехмерные игры. С картинками-растровыми, в принципе, все очень понятно. По большому счету, у фотошопа нет никакого другого конкурента серьезного, который бы по возможности работы с фотографиями с ним сравнился. Касаясь трехмерной графикой, здесь будет немножко по разнообразности. Есть очень много трехмерных продуктов, примерно одного уровня, которые позволяют одинаково хорошо создавать и модели, и впоследствии одинаково хорошо готовить эти модели под экспорт в разнообразные игровые движки. Программ трехмерных очень много, но можно будет выделить, так вот, скажем, такие четыре наиболее популярных программ в настоящее время, которые присутствуют в очень таком большом процентном количестве, по крайней мере, у нас на российском рынке. Ну и, конечно, по номеру один идет замечательный программ, который называется Blender. Это единственный некоммерческий проект, среди всех программ, которые здесь перечислены, то есть это бесплатная программа. И это, наверное, и самый главный плюс. То есть если хотите платить деньги всяким там разным вражеским американским компаниям, Blender – это ваш выбор, совершенно бесплатная программа, очень хорошая поддержка, постоянно обновляется, программа опенсорсерская, поэтому, в принципе, большое количество поклонников этой программы в своем мире постоянно что-то улучшает, дорабатывает, доделывает. Программа активно живет, и это, на самом деле, очень прикольно. Программа маленькая, то есть там где-то порядка 5-6 мегабайт занимается сходительством программы, очень компактная, ввиду чего даже на не очень мощных машинах она замечательно работает. И, в принципе, все необходимые действия, которые требуются для того, чтобы подготовить ваш персонаж, и, соответственно, его уже поместить в какой-то игровой движок, она замечательно умеет делать. То есть все, что нужно для того, чтобы подготовить персонаж, в ней так или иначе присутствует. Из минусов, некоторые проблемы могут возникнуть у пользователей с интерфейсом, интерфейс может быть непривычный, чуть-чуть отличаясь от других программ, ну и, конечно, по возможностям, если говорить про то же самое моделирование, конечно, некоторые вещи, которые могут делать в других программах, в блендере пока что они отсутствуют, но, в принципе, совершенно замечательная программа, и если вдруг хотите получить хороший продукт программный в плане создания предпринимательных объектов, и при этом совершенно бесплатно, блендер ваш убит. Ну, с другой стороны, конечно, нельзя говоря, что бесплатный сыр только в мышеловке может быть. Конечно, программа бесплатная очень хорошо, и поэтому в отдельной ситуации она пока что все равно не может сравниться со своими конкурентами, пользуясь которых от вас попросить какие-то денежки небольшие. Следующая программа тоже очень популярная, она называется Cinema 4D, компания Maxon ее выпускает. Программа тоже очень популярная, очень известная. Самый большой плюс от программы, но если вдруг в дальнейшем заинтересуетесь этой области деятельности, она замечательно умеет взаимодействовать с еще одной известной программой от компании Adobe, которая называется After Effects, которая занимается всякими красивыми спецэффектами в кино, например. И можно будет и Cinema 4D, например, на объекты напрямую там ваши фильмы вставлять, и все очень хорошо, правильно и красиво получается. То есть идея Cinema в чем заключается? Вот чтобы мне вставить какой-то красивый ролик, посчитанный из Макса, я должен буду посчитать его в виде видеороликов, и я буду загружать как именно видеоролик в то же самое After Effects. Если что-то вдруг у меня будет меняться в Максе в плане анимации, мне придется заново идти в Макс, все заново пересчитывать, и заново уже обновленную ролик ставить After Effects. А из Cinema я могу вставлять трехмерные объекты напрямую, без пересчета. То есть у вас будет получаться вставлен именно трехмерный объект, нарисованный в Cinema. Что-то вы в Cinema поменяли, After Effects автоматически обновляется. Это на самом деле бывает очень прикольно, особенно когда разговоры для поставки каких-то готовых трехмерных объектов в видеоролики. Это очень на самом деле большой плюс. Но помимо этого Cinema еще замечательно умеет готовить модели по те же самые игры, то есть весь необходимый инструментарий у Cinema присутствует. И все основные способы моделинга, те же самые скелеты, кости и прочее, прочее. То есть программа очень неплохая, и она на самом деле относительно недорогая. В отличие от конкурентов от компании Autodesk, которые сейчас продают свои программы не навсегда, а вы будете платить квартальную подписку за пользовательный программ. Cinema 4 покупается навсегда, и это на самом деле тоже в плане какой-то такой денежной экономии достаточно большой плюс. Но все равно, если сравнивать с тем самым 3D Max, эту программу, некоторых действий, которые в 3D Max выполняются с моделями в Cinema не хватает. Тем не менее, все равно на выходе из Cinema достаточно плохие модели получаются. Но все-таки, наверное, мой личный выбор – это, конечно, продукт от компании Autodesk, компания, которая в настоящий момент вообще является монополистом в области трехмерной графики. Это программа 3D Studio Max и программа My. Наверное, две самые популярные программы, связанные с трехмерной графикой, и которые, наверное, вообще самые популярные программы для работы с трехмерными объектами во всем мире. 3D Max изначально позиционируется как программа, умеющая очень хорошо рисовать и красиво рисовать разнообразные интерьеры, те, как там разные структурные сцены и прочее, прочее. Maya изначально позиционируется как программа для сложной анимации, в том числе и персонажей, для всех красивых киношных или мультяшных эффектов. То есть программа ориентирована уже на непосредственно какой-то видеопродакшен. Но постепенно все граника обустираются, то же самое Max уже постепенно подбирается к Maya в плане каких-то анимационных вопросов. То есть, в принципе, я думаю, что в дальнейшем, может быть, не скоро, но когда-нибудь кто-то из них обязательно умрет и останется одна некая общая программа, которая, соответственно, будет являться универсальным продуктом, умеющим интерьер хорошо рисовать и делать всякие разные эффекты фирмы и культикам. Но нас всякая анимация сложная, не очень сильно будет интересовать. В плане того, чтобы подготовить модель для последующего текстурирования, для последующей привязки к скелету, и Maya, и Max справляются с этим совершенно замечательно и также замечательно могут экспортировать все эти сделанные модели в любые игровые движки. Поэтому, по большому счету, для игроделов выбор, что выбрать, 3D Max или Maya, это вопрос только личного предпочтения, что больше нравится. 3D Max может чуть попроще в плане использования, в плане интерфейсов, в плане каких-то действий. Maya может быть немножко поудобнее в плане сработать со скелетом и в плане настройки привязки к скелету. Плюс Maya еще и работает под Mac-овскими компьютерами, поэтому пользователи Mac тоже, соответственно, обычно выбирают именно Maya. Еще один большой плюс Maya для игроделов, если говорить про рецензионный софт, вроде как годовая подписка на 3D Max и на Maya сейчас стоит что-то в районе 44 тысяч рублей в год. То есть вы должны быть за год пользы программой выложить 44 тысячи рублей. Это на самом деле не очень такие большие деньги, если особенно этим Ксле все зарабатывают, то есть получается по 3,5 тысячи месяцев примерно за пользу программой. Но есть у Maya немного упрощенная версия, называющаяся Maya.lt, где всякие сложные анимационные вещи выпилнуты, и осталось только моделирование, скелет приятности, то есть сделано как раз для игроделов, то есть только что им нужно. Эта программа стоит там какие-то копейки, что-то там в районе 12-15 тысяч в год. То есть, в принципе, если говорить про рецензионный софт и про покупку рецензионного софта, принц-май.lt – очень хорошее приложение, которое позволяет достаточно серьезно в плане денег сэкономить. По результату и Max, и Maya, соответственно, примерно одинаковые в плане действия программы, и модели из них получаются хорошо, поэтому вопрос очень подпочтения. Мне почему-то по-прежнему нравится в большинстве случаев 3D Max, поэтому все такие действия обычно совершают 3D Max, ну и в дальнейшем мы с вами будем смотреть все примеры, что именно ориентируется на 3D Max. Конечно, ну не то, что моделировать, но так, конечно, главное посмотреть цепочку. Модель, подготовка и перебросить в то же самое. Отдельно от программ классических моделинга стоят программы, которые относятся к так называемому скульптурному моделингу, который непосредственно позволяет нам делать всякие интересности, как и заправский скульптор, урепляя что-то из пластилина. Также мы с вами можем в программах или от компании Autodesk, которая Matbox, или от компании Pixalog, называясь программ ZBrush, все эти вещи делают посредством нашим персонажем. Ну, чем покажу, то есть если договор идет, например, по какую-то мимику, по какие-то машинки, трещинги, царапинки, то же самое ZBrush делает совершенно замечательно, действие, которое в том же самом 3D Max в мае сделать тяжеловато, эти программы все исправляют совершенно замечательно. На самом деле без них вполне можно будет обойтись. Если вы будете уметь достаточно неплохо владеть любым из этих четырех продуктов, вы сможете без всяких проблем готовить очень интересные модели, как со скелетом, так и без, для последующего экспорта в игровой движок, с анимацией или без анимации, и в принципе все будет непосредственно получаться. Как вообще у нас с вами создается персонаж, и что при этом вы должны будете впоследствии сделать? Вся вот эта цепочка действий, чтобы уже непосредственно ваш персонаж в итоге обрел какую-то жизнь в игре. Все, конечно, начинается со скетч-апа, в том плане, что нужно будет сделать некий набросок, скетч хотя бы небольшой, чтобы вы уже точно представляли, что и как у вас будет в итоге получаться. Трехмерная графика чуть-чуть тяжеловата для того, чтобы пытаться на основе нее что-то такое интересное создать, гораздо проще тарандашом набросать примерно персонажа, который хотите получить, и уже потом на работу с этим персонажем непосредственно ориентироваться. Считаю, что люди, которые вообще не умеют рисовать, никогда рисовать не научат. На самом деле, в принципе, люди, которые вообще не умеют рисовать, в наших курсах уже в итоге по окончании достаточно плохо рисуют. Если, конечно, разговор не идет про совсем такие профессиональные работы, то же самый несложный скетчинг у них достаточно хорошо получается, то есть, по крайней мере, передать свою мысль, как персонаж будет выглядеть, можно будет достаточно неплохо. У нас есть специальный курс, посвященный созданию рисунков и уже более постоянно живописи из курса и посвященный тому же самому скетчингу. Соответственно, на самом деле специалисты все это можно будет на самом деле найти. Как только у вас будет готов непосредственно концерт вашей будущей модели, можно будет приступить непосредственно к самому моделированию. Ну, в плане моделинга, все мы с вами сейчас посмотрим на примере программы 3D Max, наверное, одна из самых популярных программ для подобных задач. Ну и, собственно говоря, в плане создания каких-либо объектов Max позволяет нам воспользоваться всем его могучим арсеналом в плане моделинга. Все достаточно быстро и хорошо будет получаться. Хочу сделать, например, какого-нибудь такого простенького персонажа. Я могу взять в качестве старта болванки какой-то такой несложный бокс. Можно будет этот бокс сразу разделить, подготовить на некие рабочие сегменты. Ой-ой-ой, даже побольше чуточку. Можно этот бокс будет уже начать более сложным образом изменять. Ну и, соответственно, место, где у меня будет рука, мое будущее, и уже аккуратно начинаю эту руку выдавливать. Плечо, локоть, предплечье, кисть, ну и само, соответственно, запястье. Чуть-чуть побольше можно его будет сделать. Такая вот заготовочка будет непосредственно получаться. Модель, естественно, получается начально грубая, но в дальнейшем можно ее уже будет привести к более правильному и более логичному виду. То есть есть всякие разные специальные команды, которые позволят нам при желании... Сейчас. Не вижу, сейчас я слепой. Уже довести до какого-то такого более ровного, более аккуратного состояния, и что-то такое уже на самом деле важно будет получаться. Естественно, модель можно будет привести к более человеческому виду. Отдельные вершинки можно будет уже на самом деле потаскать, сделать форму нашего бокса чуть более округлой. Можно будет сделать все ребрышки, выступающие более округлыми. Можно будет сделать ему какое-то симпатичное кузико. Прочие особенности можно будет ему тоже, соответственно, задать. То есть есть наше спережение некая стартовая сетка, которую можно уже будет нас с вами готовить под фактически любой вид нашей геометрии. Сейчас все приходится делать не на глаз, конечно, но если у вас будет какой-то концепт нарисованный, даже совсем простой, гораздо проще будет нашу модель в этот рисунок вписывать. Не придется ничего придумывать, просто загрузим мы с вами непосредственно на фон нашу картинку, и по этой картинке будем уже в соответствии рисовать. Ну, что-то такое будет уже на самом деле получаться. В дальнейшем уже можно будет нашу модель постепенно усложнять, можно будет добавлять всякие дополнительные мелкие детали. Можно будет сделать уже его более мускулистым. Если нужно будет в будущем сделать более жесткие переходы, то будет на самом деле какая-то там броня. То есть можно будет в отдельных местах нам с вами добавлять всякие хитрые жесткости, которые позволят нам уже непосредственно сделать более резкие переходы в нашей геометрии. Уже на выходе какая-то там такая более резкая кладочка у нас с вами будет получаться. Ну и прочее, прочее, прочее. Модель у меня получается, естественно, половинчатая. У меня будет объект симметричный. Всегда можно будет применить специальные модификаторы, которые будут добавлять на сами симметрию. Ну и, соответственно, уже что-то такое будет на с вами получаться. Руки прорисованы. Таким же образом будет на сами создавать ноги и прочее, прочее. По степенным усложнениям можно уже будет добиться более всяких разных подробностей. Можно будет пальчики вырастить. Можно будет точно таким же образом вырезать, например, где-нибудь там на нижней части нашего персонажа что-то наподобие формы нашей ноги. Можно будет уже непосредственно нашу ногу также начать аккуратненько выдавливать. Также можно будет нашу ногу в будущем один к одному разбить всякими разными дополнительными подразбиениями. Типа это будет колено, его можно будет сделать там побольше, чуть-чуть вперед вытащить. Это будет у нас с вами части нашего колена. Ну и, соответственно, что-то такое будет получаться. И постепенно уже у нас с вами будет вырисовываться некий персонаж, с которым можно уже будет и дальше какие-то действия выполнять. Ну, если, например, довести все от дома, можно в итоге еще какую-то такую модель получить. Если посмотреть на сетку этой модели, то просто можно будет увидеть большое количество полигонов, из-за чего все эти складочки у нас с вами вырисовываются, и прочие такие вот красивости у нас будут непосредственно выглядеть. Смотрите, ткань сама по себе, это геометрия. Это нереальная ткань. Она привязана с моей моделью. Ткань, которая будет делаться в Максе, она будет делаться для Максовской анимации. Когда у всех будет стараться такой движок, у всех будет тканить чуть-чуть по-другому. И другие будут настройки и параметры. Поэтому такую совсем полноценную динамическую ткань, которая бы развивалась, например, в игре вашей, под действием движения вашего персонажа, напрямую не получится сделать. То есть это придется делать при соответственном движке. А так, в принципе, стандартный клоус, Максовский очень неплохо справляется с анимацией тканей именно в Максе. Все в этом плане хорошо получается. Чувствую вас, пожалуйста. Ничего, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Мы будем клоус проходить на моделирование, которое вот первое. Обычное моделирование? Нет. У нас там будет такое моделирование с вами, и тут сложно. Сложно, это проходит на клоус? Нет. А вы вообще даете моделирование? Да, это курс анимации. То есть это считается анимационным модификатором. Да. То есть даже для того, чтобы ткань вашу просто положить куда-то, то есть оно будет прощиться с какой-то анимационный процессом. Это анимационный модификатор. Поэтому это будет на курсе базовой анимации. Соответственно, когда модель будет наш вами построена, модель нашу текстурирует. Текстурирует можно будет в Максе, текстурирует можно будет непосредственно в любых других программах, связанных с текстурами. То же самое ZBrush достаточно неплохо текстурирует. Касая подготовки модели вообще, программа наподобие ZBrush и Matbox, они так очень серьезно с вами выручают. Ну, например, есть у меня такая вот моделька, одна из еще моделей, которая на курсе анимации у нас с вами используется. Готовый такой зомби, все управляющие элементы у нас с вами сделаны, ручки шевелятся, тулыш наклоняется, все дела. То есть полная высота. Только чуть-чуть сейчас что-то он меняет. Но сама вся геометра достаточно простая, даже если я буду что-то пытаться сделать такое совсем в летальности по своим персонажам, мне это будет тяжело сделать, потому что в Максе совсем мелкие подробности именно в виде геометры сделать на с вами не получится. Поэтому я могу достаточно легко перебросить модель в то же самое ZBrush. Она другая. То есть здесь будет все по-другому, в плане того, что сравнить ее с Максом будет немножко тяжеловато, она чуть по-другому работает, логича еще другая. Но в том плане, что все изучить самостоятельно можно легко, уроков полно, все только будет во время операции. Смотрите, пожалуйста, в чем преимущество этой программы по сравнению с тем самым Максом и по сравнению с другими классическими программами. Хочу зомби сделать немножко более интересным, каким-то там шрамиком нарисовать и прочее, прочее. Чтобы сделать это в том самом 3D Maxe, то в принципе какие-то крупные детали, те же самые брови, там те же какие-то там под глазами мешочки можно будет сделать легко. ZBrush я могу сделать еще более легко следующее. Могу, естественно, модель достаточно сильно сгладить, и у меня действительно будет получаться некий скульптурный способ моделинговой модели. Я просто вожу кисточки по моему объекту, и, соответственно, у меня что-то такое будет непосредственно получаться. Естественно, можно будет для этого использовать всякие разные хитрые кисточки. То есть обычные альфа-картинки черно-белые можно будет в работе использовать, ну и, соответственно, что-то такое у меня будет получаться. Это реальное изменение геометрии. Такие эффекты у нас с вами будут непосредственно возникать. И это на самом деле бывает очень прикольно. Чтобы создать какую-то такую интересную фактуру, которые будут уже действительно смотреться как что-то такое вот забавно-хитрое. Это очень прикольно. Сделать подобное в МАКСе тяжеловато. На самом деле, в тех случаях, когда разговоры про игровые модели, конечно, все такие неровности делают за счет текстур. Есть всякие разные забавные свойства материала, которые позволяют сделать именно неровность поверхности объекта. Но все равно бывают подобные дефекты очень крупными, которые сделать текстурой не получится, будет только геометрия. Поэтому с этим, конечно, зубражь справляется совершенно замечательно. Плюс, при желании, зубражь можно будет использовать очень успешно и для того же самого текстурирования. То есть есть всякие разные интересные способы, с помощью которых можно уже будет наши объекты совершенно замечательно текстурить. Хочу там сделать, например, в моем зоме таким вот модненьким. Да ради бога. И все, что я, собственно, нарисую здесь у него, у меня будет уже автоматом в дальнейшем... Такой фингал у нас будет модный получаться. У меня уже в дальнейшем будет так или иначе перетаскивать стрельмакс в виде текстуры. То есть можно прямо по поверхности объекта спокойно, и спокойно непосредственно рисовать. Пятнышки забавные можно будет непосредственно уже сделать. И такая текстура уже придет в тот же самый 3D Max, и уже спокойно модель наша оттекстурирования будет получаться. То есть в принципе, касаемо... Да вот какие-то мелкие детали, касаемо того же самого текстурирования, очень неплохо можно будет все это делать. Это в Максе, конечно. Есть в ZBrush что-то из окна отражения блики. То есть в принципе, все это можно будет сделать. Но просто в Максе все это чуть поаккуратнее будет получаться. Более того, в некоторых ситуациях блики отражения приходится настраивать так или иначе в дешках. То есть там все будет чуть по-другому работать, поэтому вопрос связан с отражением материала иногда прямо в изручке делается. То есть все это можно будет сделать, но в плане именно текстур тоже все будет достойно получаться. Так, касаемо Unreal, сейчас я расскажу, как наши дешками будут получаться. Касаемо DAS Studio, отличная программа, в том плане, что легко можно будет готовить болванки в этой программе, потом тоже те же самые игрушки вставлять. Есть очень много программ наподобие DAS. Есть, например, сейчас у Adobe отличная программа, назовущаяся Adobe Fuse, которая тоже обладает очень большой библиотекой готовых моделей и анимация персонажа очень плохо сделана. То есть в принципе подобные программы сейчас на пике. Очень часто вместо того, чтобы рисовать какого-то персонажа руками, иногда проще бывает сделать болванку по нужным параметрам в том же самом DAS или в том же самом Fuse, и уже в том же самом бежоке работе поместить, какие действия выполнять. Другое дело, что пока что в игрушках, в программах наподобие DAS либо Fuse все равно не всегда достаточная детализация первой модели и не всегда хватает какой-то уникальности модели. Поэтому все равно обычно эти модели доводят до ума в том же самом 3D Max или ZBrush. А так в качестве стартовой болванки модель из DAS перетащить, отличница будет получаться, ее уже можно будет в том же самом ZBrush чуточку поскультить, добавить какие-то мелкие особенности. И готовая модель для того, что уже можно будет с кем-то пользоваться. Нейроны, которые сейчас получаются, они в максимуме могут перетащиться в виде геометрии, без всяких проблем. Их можно будет перетаскивать в виде карт. Карт нормальный или карт дисплейсмента. В принципе, тоже ZBrush позволяет делать. То есть сейчас у меня получается модель, у нее 2 с лишним миллиона полигонов, и это, естественно, модель, не совсем подходящая до анимации, тем более для игровых движков. Поэтому можно будет катиться к низкой полигональной модели, а все эти неровности так или иначе можно будет примитировать тем же самым картами нормальными, так называемыми. То есть это тоже ZBrush позволяет сделать. Все вот эти вот мелкие неровности, которые мы сами сделали, они уже в виде того же самого бампа будут отображаться. ZBrush тоже это очень хорошо умеет делать. Модель наша будет построена. Модель будет наша текстурирована. Нужно будет нашу модель проанимировать и самое главное привязать непосредственно к скелету. Идея заключается в том, что если я соберусь уже свою модель каким-то образом анимировать, то, конечно, один из вариантов анимации. Я могу, в принципе, при желании цеплять отдельные вершинки моей модели. Я эти вершинки могу выделять. Могу эти вершинки в случае необходимости уже каким-то образом крутить, поворачивать. И у меня, соответственно, какие-то такие движения руки будут получаться. И это, в принципе, для таких несложных процессов очень неплохой способ анимирования объектов. Отдельно персонажи, может быть, не такие вот человекоподобные, а какие-то монстры, какие-то медузы. В принципе, неплохо очень таким вот образом, таким прямым воздействием на сетку у нас с вами анимируются. Но засада с персонажами как раз заключается в том, что у них есть руки, ноги, локти, колени, которые должны гнуться, должны гнуться правильно. И это реализовать непосредственно руками бывает тяжеловато. К тому же игрушки от нас с вами требуют правильного скелета. Потому что у игр управление персонажами очень жестко задано. И если есть там рука, должна быть соответствующая поиск, которая отвечает за эту руку, чтобы можно было уже в игре непосредственно победить. Поэтому есть наше распоряжение в том же самом 3D Max, все разнообразные способы, с помощью которых можно уже будет нашего персонажа оживить. Да, Владимир, да. То есть, в принципе, Max замечательный программ для моделирования. Но если хотите добавить вашим моделям какие-то мелкие детали, это лучше делать именно с ZBrush. На самом деле, если залезть на сайт компании Pixelogic, там посмотрите в галерее, люди делают совершеннейшие чумовые вещи в ZBrush. Ну, вот, например, если брать какие-то стандартные объекты, которые ZBrush при установке нам с вами библиотеку помещает. Ну, давай. Есть и вот такие вот всякие интересности. Эта модель сделана полностью в ZBrush. Сейчас, особенно в последних версиях, у них появился очень мощный инструментарий классического полигонального моделирования. В принципе, при желании можно и в ZBrush очень интересные штуки тебе создавать. Ну, естественно, есть и всякие разные персонажные вещи, типа такого. Моделька сделана тоже исключительно ZBrush. Текстурирование, геометрия. Такого симпатяга непосредственно получается. То есть, по большому счету, если говорить именно про объекты модели, ZBrush сейчас, ну, может быть, не так удобно и быстро как от ZBrush, но тем не менее, позволяет делать тоже 400 моделей. Но все равно по-прежнему большинству трехмерных художников ZBrush обычно используют именно для создания мелких деталей на поверхность объекта. Все равно ту же самую базовую сетку, базовую геометрию удобно сделать в ZBrush, а уже если потребуются какие-то мелкие детали, уже отдают эту модель непосредственно в ZBrush или в Matbox. Итак, есть такая вот есть по отличной геометрии. Хочу сделать, чтобы у меня... Ну, не будем сейчас делать весь скелет целиком, чтобы там рука у меня шевелилась. Легко. Есть наше распоряжение, набор специальных инструментов. Ну, один из способов анимируемых одной персонажей это так называемые кости. Я могу этими самыми костями, собственно, как у нас есть вот скелет в нашей руке, так могу и, соответственно, эти кости для скелета и создавать. От плеча идет кость к локтю, от локтя к запястью, от запястья где-то в середине ладошки и от кости вставляем. Можно, да. Можно. Очень многие программы сейчас, которые занимаются текстурированием, они, естественно, умеют запекать все эти вещи. Мне, например, очень сильно нравится, если говорить про сторонний софт, еще одна программа, называющаяся 3D-Code. Она, например, совершенно замечательно умеет текстурировать объекты и, в принципе, тоже все очень там грамотно хорошо получается. Тоже самое топологию модели она очень умеет хорошо делать. Поэтому практически все программы, которые, или там модели, которые занимаются подобным рисованием, они очень неплохо умеют и карты нормальные, и дисплейс, и те же самые карты отражения запекать, чтобы потом все это уже в игрушки посредственно вставлять. Одно дело, когда я сделал модель ZBrush, она у меня высокопульганальная, и очень много-много, у меня деталей мелкие, сделано с помощью геометрии. Если такую модель потащил в Марксе, это будет очень страшно, потому что там трехмиллионная модель с скелетом. То есть имеется в виду, что, возможно, для анимации в Марксе такую модель и можно будет на мощных машинах использовать, но никакую там игрушку, естественно, говорить нельзя, потому что у меня полигонов это смерть любого игрового движка. Поэтому я могу высокополигональную модель с неровностями превратить в низкополигональную модель с картинками, которые неровности описывают. И эти картинки, правильно примененные к этой модели, они при визуализации как в Марксе, так и в игрушках будут давать эффект неровностей. Это не будет реальная геометрия, это будет имитация неровностей. Так называемые карты неровностей, карты бампа или карты нормальной. То есть это будет такая хорошая имитация того, что неровности типа есть, но это не реальная геометрия, это такой обман оптический. Министерство полигонов будет линчат. Министерство полигонов, картинка будет смотреться, модель будет смотреться очень симпатично. Это касается не только неровностей, это можно сделать с бликами. Я не хочу, например, что у меня бликовка материала просчетилась каждый раз в реальное время интерактивно. Я могу посчитать картинку этих самых бликов, ее правильно сохранить, правильно применить к материалу. У меня будет получаться на объекте бликовка жестко фиксированная, она, соответственно, будет у меня запечена. То есть подготовка материалов правильная под игроделанием это очень такая важная и ответственная тема. И поэтому, соответственно, все вот эти вот вещи, на которые игрушка зачастую тратит очень много времени, их можно чуть простить, заставить работу быстрее и хорошо. Итак, такая вот косточка у меня присутствует непосредственно. Кости мои, естественно, будут рисоваться исключительно на уровне пола, но я смогу эту косточку подтащить и вот сюда вот плечо вставить и даже вроде бы все очень неплохо у меня попало. То же самое делаю с пальцами, соответственно, у меня будет один палец, второй палец, третий палец, четвертый палец. Также эти пальчики аккуратненько выделяем и, соответственно, также на место их вставляем. Ну, конечно, желательно потратить некоторое время, чтобы у вас ваши пальчики уже в самой геометрии оказались, и чтобы они таким вот некрасивым образом из ваших моделей не наступали. Ну, это все, конечно, можно будет сделать, потратить некоторое время, и все очень хорошо будет получаться. Сейчас особенный я не буду мучиться, к тому же модель несложная, поэтому все получится хорошо и так. И этот пальчик у нас с вами сюда идет. И этот палец у нас с вами сюда идет. Мне лишь остается привязать мои пальцы к руке, чтобы у меня вместе с моей рукой все правильно двигалось. Говорю, что вы пальцы к ладошке привязываетесь. Ну, и теперь, когда у меня мой скелет будет непосредственно шевелиться, типа там моя рука будет мне непосредственно шевелиться, вся система костей, она же, соответственно, будет двигаться вместе с моей ладошкой. Их можно будет сделать визуализированные, их можно будет убрать. То есть можно, в принципе, геометрию оставить. Причем очень удобно то, что если разговор идет про эти кости, можно будет вообще их инвертировать в будущем в обычное поле объекта, и, соответственно, можно уже будет из этих поле объектов всякие дополнительные штуки выдавливать. То есть иногда, если нужно будет сделать какой-нибудь такой хитрый скелетный объект, прямо на основе костей можно будет сразу что-то такое модель интересное. В нашем случае наш костер будет являться чистомогательным объектом, поэтому мы их никак не будем не трогать, ни моделить, ничего с ним делать не будем. А вообще резонизация будет с... костями? Да. Так, пропустил немножко. Ага, по поводу бликов света, да, то есть если модель будет вообще сильно крутиться, конечно, лучше, чтобы блики ваши были интерактивно рассчитывающимися. Здесь имеется в виду, например, что есть там игрушка, заходит там человек, например, в дом, в доме фиксировано освещение, люстр горит, окошко горит, там на столе стоит, там свечек горит, освещение достаточно жестко фиксировано, и не требуется такой локации постоянно для объекта окружения просчитывать эти самые блики. Их можно будет запечь, все будет попроще получаться. Для персонажа обычно, конечно, делаются блики честные, потому что он двигается, шевелится, там ходит, естественно, блики смещаются, бликов меняются, в принципе, она обычно бывает такая честно считающаяся. Но на самом деле тоже бывают ситуации, если там игрушка будет такая стилизованная, без сложного освещения, даже для персонажа можно будет в отдельной ситуации, в отдельных деталях, хотя у персонажа тот же самый бликов и запекать. Итак, кости у нас с вами ставили нашу руку, то есть фактически вот эти самые косточки нам имитируют наш реальный скелет. Упрощенно, естественно, но тем не менее, в общем, похоже будет на структуру нашего реального скелета. Все, что мы требуем, это сделать, это моему персонажу этот скелет привязать. Есть всякие специальные модификаторы, которые позволят нам с вами эту привязку сделать. Ну, как правило, в модификатор называют каким-то таким образом, типа скин, оболочка кожи, типа это самая оболочка нас с вами привяжет наши с вами точки модели к нашим косточкам. Говорю, что ты оболочкой будешь использовать вот эти вот наши кости, все кости я выделяю, которые у меня есть в списке, нажимаю на селе, и у меня уже моя оболочка косточки приятная. Все, победа. Если теперь я свою кость выделю и начну, например, своей рукой шевелить, или те же самые пальчики смогу гнуть, все отлично будет получаться. Правда, ввиду возможности сложности модели, не всегда кости правильно привязываются к нашим вершинам, то есть модель сложная, и особенно на всех там разных сгибах непонятно, какая кость будет на себя больше тянуть при том же самом сгибе нашей геометрии. Поэтому, наверное, самый внутренний процесс во всей персонажной тематике это определение зон влияния костей на отдельную часть нашего персонажа. В зависимости от того, каким следом пользуетесь, чуть-чуть по-разному будет получаться. В нашем случае есть наше испоряжение специальной области при выделении кости, например, эта область будет нас с вами подсвечивать зону влияния этой кости на нашу оболочку у персонажа и соответственно зону можно будет делать больше, меньше, их можно будет немножко смещать, то есть соответственно их можно делать длиннее и короче. Можно очень тщательно, очень хорошо определить, какие кости на что у нас с вами влияют. Например, вижу, что вот эта кость, которая отвечает за мою последнюю фалангу в пальце, она очень далеко уходит, можно будет сделать длину покороче, соответственно, уже более четко, более аккуратно пальчик у нас с вами будет анимироваться. Это самый мутанный процесс, особенно когда у вас будет у вашего объекта достаточно сложная анимация, достаточно сложная мимика, очень сложные движения, когда вы хотите, чтобы у вас при сгибе ваших персонажей какие-то складочки красивые получились, это на самом деле очень-очень тяжкий и очень муторный процесс, очень долгий. Риггинг на самом деле вот этот процесс привязки костей к оболочке самая муторная тема. Зато уже, когда вы все это непосредственно проделаете, если ваша рука будет шевелиться, а еще и можно будет сделать какую-то несложную анимацию, то, соответственно, уже они будут видны. В рендеринге, когда вы, соответственно, будете рендерить именно систему костей, сейчас, секунду, да, оп, там стоит mental array, не страшно. То есть, при рендеринге я вижу только своего персонажа с согнутой ладошкой и, соответственно, лучших на сайте не будет видны. Их можно будет заставить рендериться, они будут на самом деле видны, если вдруг потребуется, но изначально у нас только будет непосредственно персонажей. Такая вот анимашка будет непосредственно на самом деле получаться. Кость, на самом деле, самый простой и самый быстрый способ анимировать персонажа Макси, но в Макси есть более удобная и более совершенная система, в частности, есть, например, замечательная система готового скелета, который называется байпид. У вас при создании сразу будет получаться такой человекоподобный скелет. Зачем? Он готовый. Ну, в том плане только нужно будет ему объяснить, кто ты, мальчик или девочка, будет у тебя шея длинная или будет шея короткая, сколько у тебя будет пальцев на руке, сколько у тебя будет пальцев на ногах, может, ты будешь совсем модным и хвостатым. Не настолько модным. И такая штука будет непосредственно получаться. То есть уже так же вставляются эти кости в персонажа, так же привязываются, только у вас получается готовый скелет со всеми костями. И самое, что приятное, во всех подобных системах готового скелета есть более удобная система анимации. Если в предыдущем варианте мне придется двигать свои косточки руками, чтобы заставить персонажа двигаться, в этом случае я могу сказать, что ты персонаж у меня будешь идти прямо по улице, я тебе персонаж добавлю добавлю 15 шагов и ты вот такой замечательный по этим шагам пойдешь. И уже в итоге у нас получается наш персонаж, который бордо виляя хвостом будет двигаться, все отлично будет получаться. то есть получается некое базовое движение, при этом я здесь смогу дорабатывать, если вдруг хочу сделать, что он у меня будет еще и дополнительно крутить там головой в случае необходимости, да легко. Говорю, что ты будешь у меня крутить головой. Изначально голова у тебя будет ровно и прямая, через некоторое время ты посмотришь на меня, через некоторое время, когда ты будешь ходить с экранчика, ты обратно будешь смотреть прямо. Ну и в итоге у нас с вами будет получаться анимация. Базовая анимация шага плюс анимация, которая добавлена в последствии персонажа, что отлично будет получаться. Плюс у этих систем костей готовых, скелеты готовых, есть замечательная возможность привязывать анимацию, сделанную на основе технологий, которая называется Motion Capture. Это когда обклеивают датчиками актера, начинает как-то двигаться, все движения записываются, у вас получается некий файл, и этот файл может загрузить к вашему скелету, у вас движение сразу будет получаться готовое. Ну типа такого вот готового варианта движения, типа такого. Вот такая совсем у нас прелесть будет получаться. Есть студии специальные, где есть эта установка Motion Capture, она арендуется в Москве, что-то там, по-моему, ну, последний раз я много лет назад узнавал, что-то вроде, по-моему, там 500 раньше долларов было за сутки, за рабочий день. То есть все это реально получить. Нанимаете актеров, заставляете двигаться согласно вашему сценарию, получаете файл движения, загружаете, все отлично получается. Так, а ребра, а что с ребрами? А, в смысле, реально ребра? В принципе, если требуется такая детализация скелета, то можно будет все вот эти вот части скелета, того же самого Байплского, очень детально прорисовывать. То есть я могу в случае необходимости сделать количество этих разбиений спинных очень большим, и фактически вот это вот каждое спинное разбиение будет у меня уже отвечать за моей реброчкой. То есть можно будет совсем-совсем-совсем детально модель сделать, и действительно уже на геометрии будет получаться какая-то реакция, там дышит он сильно, ребра расширяются, то есть это можно будет так или иначе с помощью костей экзампляров. То есть, если будет у меня сделана модель персонажная, геометрия уже будет привязана к нашим байплским костям, геометрия геометрия будет привязана костям, что это мы так задумались. Вот такой человечек типа идет. Скелет у него байповский, ну на самом деле где скорее всего привязка сделана межхалтурно, сейчас мы посмотрим и увидим. Но тем не менее двигается, хочу, чтобы мой товарищ танцевал, да ради бога, этот самый файл библиотерский загружает. То есть на самом деле есть очень старенькие коллекции этих библиотерских файлов, где там есть и ходьба, и бег, и они там садятся на стулья, то есть по крайней мере на основе них можно будет там брать уже какую-то коллекцию движений и вашу сна заставить проще здесь двигаться. Встает со стула, идет прямо, если другой стул там берет сумку и идет дальше, то все эти шаблоны движений есть и тоже самое библиотерский позволяет на основе шаблонов делать некую цепочку движения. Не только один загруженный файл, целая цепочка. Сел, встал, пошел, прыгнул, упал, отжался, все эти вещи есть. Ну а так по факту загружается это самый библиотерский файл и у вас уже собственно такая штука непосредственно получается. Танцую, текстуру, все дела. руки поглажены, то есть все, что любишь. Владимир, размер файла вы имеете какое, видео файла или максов файла? Здесь упирается в количество полигонов без вариантов. 274 тысяч полигонов файл будет получаться не очень большой, то есть в принципе анимация вам в себе она не дает очень большой вес, все будут упираться в вершины полигона вашей геометрии. Модель сложная, вес большой, модель простая, вес маленький. А сама анимация она просто берет реальные вершинки и тем или иным образом уже начинает эти вершинки двигать, то есть здесь все на самом деле достаточно подачно будет получаться. То есть это все как раз у нас что рассматривалось в наших курсах. Начиная с моделинга, текстурируем, заканчивая анимацией. Вершина, как бы топовый курс в последней цепочке. У нас есть специальный курс, который так и называется моделируем текстур персонажа, то есть там соответственно можно будет создать совсем правильно. Персонаж красивый с текстурами с правильной геометрией и потом уже его в курсе персонажной анимации всеми возможными способами и обычные кости и соответственно более подлинная система костей соответственно все это сделано. ZBrush умеет делать анимацию очень простую максимум облет. Плюс там можно будет делать имитацию анимации чтобы посмотреть например как отдельные части ZBrush модели будут гнется деформироваться или сделать заготовку по ту же саму мимику. Но на выходе сохранить анимацию ZBrush не умеет. Максимум что можно будет сделать там какие-то готовые эффекты типа сборки-разборки модели и готовый эффект типа облета камеры. Реальную анимацию сделать в ZBrush не получится. Модель готова я хочу ее непосредственно увидеть в игровом дышке. И здесь у нас с вами уже начинается следующий этап наших действий это собственно выбор игрового дышка с которым будем непосредственно работать. Раз все эти вещи приходилось делать вручную то есть Brass геометрия Brass там Brass язык программирования те же самые все приходилось делать вручную прописывать как нас создаются персонажи как прописывает фон как прописывает солнышко это было очень мутно и тяжело поэтому с некоторым моментом разработчики стали вместе с программами выпускать так называемые игровые редакторы некий игровой некий такой программный продукт в котором объекты из этой игрушки уже представляли собой готовые модули была готова земля были там готовы персонажи была там готова броня были там готовые варианты оружия и пользователь мог в этом редакторе собрать свой персонаж добавить такое свое оружие и прочее прочее Смотрите, Владимир, вы можете в ZBrush на высокополигональной модели сделать очень мелкую детализацию геометрии, а потом эту модель сохранить в виде низкополигональной модели плюс карты типа карты нормалей или карты дисплейсмента, которые за счет правильно сделанного материала будут эти все неровности очень юристично моделировать. То есть никто, конечно, не будет работать с многомиллионными моделями, но вот эти самые карты нормали, они позволяют очень детально все нам прописать и сделать. То есть как раз для этого ZBrush сделан, он умеет очень хорошо имитировать эти неровности за счет этих самых карт неровностей, которые в правильном специальном материале будут давать очень юристичный эффект неровностей. Поэтому никто, конечно, с большим количеством приборов не работает, все это в ZBrush можно будет уже непосредственно воплотить в жизнь в таком вот правильном виде. Правда, конечно, не всем хотелось работать с редактором каких-то конкретных игр, хотелось получить какие-то редакторы более-менее универсальные, но и все время появился такой совершенно отдельно стоящий набор программ, который только сделан для того, чтобы мы могли уже на основе них создавать настоящие программные миры, некие такие конструкторы, которые позволяют и из своих объектов, и из объектов, которые вы загружаете в других программ, непосредственно собирать уже настоящие игрушки. В настоящее время, наверное, такая вот тройка лидеров среди всех программ, которые занимаются созданием игр, это тройка, представленная в осадной экране, ну и, наверное, самый популярный вариант – это движок, который называется Unity. Наверное, самый популярный в настоящее время такой движок, главный плюс этой программы заключается в том, что она одинаково хорошо умеет работать как с двухмерными, так и с двухмерными играми. То есть одинаково хорошо получаются двухмерные игрушки и трехмерные игрушки. Все, что касается двухмерных графиков, там так или иначе представлено, и правильные модели управления, и есть всякие разные магазины, которые позволяют уже им посредственно закупать готовые элементы управления, фоны и прочее-прочее. То же самое касается трехмерных игр, то есть все, что нужно для того, чтобы сделать игрушку, элементы окружения, там всякие красивые деревца и прочее-прочее, такие всякие красивые, все они так иначе будут присутствовать. Ну и, конечно, Unity позволяет из любой трехменной программы вставлять свою собственную геометрию, как и персонаж, так и объекты окружения совершенно замечательно рисуют на Русалмаксе, какие-нибудь там домики, какие-нибудь там старые развалившиеся колодцы, какие-нибудь там, не знаю, крепости. Все это можно непосредственно будет вставить в Unity, и у вас будет уже получаться игра с вашим собственным объектом, с вашим собственным окружением. Еще один достаточно популярный игровой движок, это движок, который называется Unreal. По как бы времени появления он чуть попозже появился в Unity, но сейчас тоже завоевал очень большое количество поклонников. В Unreal очень замечательно реализована система работы с материалом освещения. Дошло вплоть до того, что некоторые пользователи, которые занимаются созданием интерьеров и экстерьеров, освещают и делают картинку рендера тех же самых интерьеров именно в Unreal. То есть в плане материала все очень хорошо получается. Немного, ну, лично, возможно, мое как предпочтение, немножко неудобно, как по мне, сделано управление тем же самым объектами и процесс привязки к кода к объекту. Ну, вопрос на различных впочтений. Ну, а так, в принципе, достаточно неплохой движок кодовой. Чуть-чуть неудобно то, что, по крайней мере, не видел я сделанные в Unreal двухмерные проекты, двухмерные игрушки. Но касаемо двухмерной графики, все отлично получается. Так же, как и Unity позволяет Unreal экспортировать свои игры и под PC-шные компьютеры, и под мобильные устройства, и в Space Plane тоже все хорошо будет получаться. Ну, и CryEngine. Наверное, самый такой большой тяжеловес из этих игр. Движок, который сделан именно для больших PC-шных проектов. То есть это игры, которые будут непосредственно компьютеры у вас так или иначе проигрываться. Очень популярный движок. Помимо того, что на основе этого движка делаются современные игры одиночные, очень многие многополитские игры последнего времени, очень популярные, также деланы на основе этого движка. То есть, в принципе, для больших проектов, наверное, это один из самых удобных вариантов. Но в плане универсальности, в плане возможности сделать двухмерную игрушку, очень хорошо, быстро, интересно, в плане того, что можно сделать красивую трехмерную игрушку, это, конечно, Unity. Они, особенно в последних версиях, очень сильно подтянулись в плане света, в плане текстуры, в плане материалов. Можете посмотреть в интернете. Они даже сделаны на основе этого движка полноценный мультик такой интересный про бедных, страдающих роботов. Можете на YouTube поискать. То есть все очень-очень достойно получается. Поэтому, наверное, в плане доступности, в плане популярности, в плане универсальности, возможности подготовки игр и для PC-шных, больших компьютеров или мобильных устройств, в плане удобства привязки систем управления к объектам в этой игре, в плане большого количества ассортимента готовых объектов в магазине, и, в принципе, на Unity самый популярный продукт. Ну и в плане лицензированной, в плане покупки лицензии на подготовке игрушки Unity тоже, в принципе, по-моему, самый такой демократичный. Если говорить о трехмерную графику, то, в принципе, наверное, все-таки Unreal. Но там придется чуть, конечно, потанцевать с бубном. Если потанцевать с бубном посильнее с Unity, тоже все будет получаться красиво. То есть, в принципе, по качеству картинок мне по-прежнему больше нравится Unreal. По удобству использования мне больше нравится Unity. Ну и у Unity, на мой взгляд, больше плюсов в плане создания самой игры. Она чуть попроще и по дружелюбнее пользователя. Но если нужно будет рендерить красивый интерьер интерактивный, я, наверное, все-таки это буду делать все на Unreal. Картинка там получается пока что чуть поинтереснее. Самое, что прикольное, никаких особенно сложных телодвижений для того, что вставить вашу модель из Макса в тот же самый Unity, вам делать не нужно. По старту окошка Unity, соответственно, запускаю новую сцену, новый проект в Unity. То есть, в принципе, даже на старту окошка, когда вот запускается он, запускается сама программа, здесь есть такая фладочка, называющаяся Learn. И можно будет скачать какие-то готовые проекты, посмотреть, как все это у вас выглядит, что будет получаться. То есть, прям готовая сцена с набором объекта, с управляющими с цветами. Очень прикольно прямо в начале работы поковыряться, что и так, что как будет получаться. Просто тормозит. Понятно. Ну и такая штука у нас с вами будет получаться. Старт в окошко. То есть, есть еще какой-то у нас с вами виртуальный мир. Можно будет посмотреть, что у нас с вами присутствует некое небо фоновое. Солнышко у нас с вами будет там светить, ножками вращать. То есть, есть какое-то сразу у нас с вами окружение. Это уже есть, да, там там актуально? Да, все это есть. У нас есть уже большое же готовое количество объектов. Есть там всякие разные трехмерные объекты подобные той же самой Земли. Могу сделать свою замечательную Землю. Вот такая у меня будет непосредственно получаться. Я могу сразу с этой Землей переиздеваться. Могу там всякие там горы какие-то добавлять. Всякие разные. То есть, все отлично будет получаться. Есть у меня готовые объекты подобие тех же самых деревьев. Есть разнообразный объект наподобие лампочек. Источки света обычные, простые. То есть, на любой вкус. Есть всякие разные элементы интерфейса. Если нужно, я буду сделать какую-нибудь мега-кнопку, на которую потом мой пользователь будет нажимать, и в ответ что-то там будет происходить с этой кнопкой. Далеко. Или там всякие разные ползуночки. Там что-то увеличивать, либо там что-то уменьшать. Угрушки я буду. То есть, все это уже у нас с вами так или иначе присутствует. Все элементы интерфейса. И нам не нужно будет никаких специальных действий делать. Все это на самом наборе будет присутствовать. Но, правда, все равно, если разговор идет о какие-то объекты уникальные, в большинстве он будет все эти объекты непосредственно загружать из трехмерных программ. Те же самые персонажи, те же самые объекты окружения. Самое главное, что ничего хитро-сложного делать на самом деле не придется. Я прямо напрямую в Максе говорю, что тебе, я, модель, вот как-то есть, экспортирую в специальном формате. Формат называется FBX. Он сам сохраняет. Делает команду FBX, обычное экспортирование. Да, сам все делает, соответственно, прописываем, что да, сохраняем. Будешь обзваться, ты модель MEN. Модель. Сохраняем. Даже какие-то настроечные состояния не будем, все оставляем как есть. Ну, единственное, что я боюсь, немножко модель, конечно, старенькая, поэтому, возможно, придется потом чуточку вернуться в Макс и привязку перебить немного, потому что, конечно, модель чуть древняя. Но, тем не менее, модель сохранилась. Вот у меня экранчик Unity. Вот у меня мой замечательный, мой компьютер. Вот мой файл, который получился только что в MEN. Я просто катаю и в Unity импортирую. Андрей, да, то есть, в принципе, при желании все эти вещи, касаемо материалов, можно будет сделать самим Unity. Это не очень сложно, муторно, потому что там действительно очень много можно покрутить. Но они, конечно, предлагают все за денежку. Не то, что у нас будет такая денежка большая, но, тем не менее, да, то есть все это есть. То есть прямо на главной странице самой программы вы увидите иглочок, он будет называться Asset Store, магазин готовых проектов. И там, соответственно, на УР уже предлагают всех такие красивости. Подводный мир, всех там разные пляжные штуки и прочее-прочее. То есть, в принципе, новость забавная и интересная. Есть вещи бесплатные, то есть можно будет найти фри модели. Они, конечно, местами будут страшные, но они, соответственно, есть. Есть вещи очень дорогие, типа там за доллар, за три доллара. Есть очень дорогие проекты. То есть, в принципе, все так или иначе присутствует. Unity и сопутствующие продукты у меня такие, скажем, немножко параллельно изучаемые продукты. В основном все игрушки, которые я делал, это были игрушки а-ля социальной сети, которые создавались во флэше или сейчас во пленемете. То есть я старый флэшист, который работал в формате двухмерных игр достаточно долго. Трехмерные игрушки – это немножко вот тема такая стоящая, пока что от меня в стране. Смотрите, пожалуйста. Моя модель получается. Вот моя геометрия. Вот все составные части моего объекта. Есть уже готовый, вычленный автоматический Unity кусочек с движением. Соответственно, наш движение тоже замечательно перетащилось. Есть все. Я просто хватаю свою модельку и ее на экранчик вытаскиваю. Такая у меня замечательно будет получаться. Вот такой он у нас с вами красавец. Сейчас камеру мы на него наедем поближе. И вот такой вот у нас с вами красивый будет получаться. Ну, может быть, не совсем красивый. Всякие мешающие штуки я уберу. Секунду. Что это у меня? Мои кнопки-то мне. Камеру-то можно не поворачивать? Конечно. То есть это обычно камера, она двигается, вращаясь, масштабируясь. То есть все эти вещи можно будет представлять на самом деле. Так, сейчас все же убито. Все убито. Отлично. Ничего здесь на самом деле нет. Да, все отлично перетаскивается. Не, в магазинах нету. То есть какие-то, если вещи остались, они висят где-нибудь там в ВКонтакте. То есть делались объекты для нескольких ферм, для нескольких там. Была какая-то игрушка, что-то типа веселая фабрика, что-то там производилось. Соответственно, даже боюсь, что уже этот проект не существуется. Если поищу, найду ссылочку, обязательно пишу. Так, мой персонаж. Я его вижу. Да, все отлично. И, соответственно, вот такой у нас красивый получается. Смотрите, пожалуйста. Идея заключается в том, что у нас помимо модели еще и перетащился скелет. Очень удобно, что скелеты Максовские, они очень хорошо взаимодействуют с скелетами юнитскими. Я могу объяснить юнит, что у та модели, которая перетащилась, имея скелет, человекоподобный. И более того, этот человекоподобный скелет можно будет нас с вами еще и переконфигурировать. Если что-то где-то у нас с вами неправильно получилось, то можно будет забраться в специальный конфигуратор. Сейчас, секундочку. А что это у нас? Сейчас, секунду. Фу, сори. Моя ошибка. Не отжал кнопочку просмотра анимации. То есть будет у нас с вами получаться возможность перенастройки нашего скелета. То есть такая красота получается. Ну и, как я вот говорил, весь наш скелет, который был сделан непосредственно в Максе, он воспринялся совершенно нормально в юните. То есть все операции у нас с вами получились. Все нужные части нашего скелета привязали к скелету юнитскому. Все отлично получается. Если нужно будет где-то что-то нас с вами проконтролировать, то можно будет посмотреть, как будет вести себя наш скелет, когда мы будем пальчиками шевелить, когда мы будем наши тушки, каким-то там он должен двигать. То есть сразу можно будет смотреть какую-то реакцию на непосредственно деформацию нашего персонажа. И случайно поделись, какие-то подправки, связанные с геометрией, здесь можно будет нас с вами сделать. То есть все очень гибко и очень хорошо получается. Вот скелет один к нему, как у нас с вами есть, он автоматически с вами оказывается в юните. Ну и все, что у нас с вами останется сделать непосредственно, это уже подцепить анимацию на нашего персонажа, что можно было уже заставить его правильным образом двигаться. С анимацией все будет чуть посложнее получаться. Та анимация, которая у нас с вами была в Максе, она у нас загрузилась в виде отдельного ролика. Нам нужно будет сделать в юните специальный управляющий объект, который так и называется анимейшн контроллер. Этот объект представляет собой некую схему графическую, показывая, что и как у нас с вами будет проигрывать с нашей анимацией. Ну и все, что мне требуется... Сейчас, секунду. Все хорошо. И все, что мне требуется сделать, мой анимационный ролик, который был у меня сделан в Максе, его просто перетащить в этот контроль и сказать, что ты будешь справляться именно этим роликом. Та анимация, которая у нас с вами получилась, она автоматически в юните распозналась. В этот самый наш контроллер мы его перетащили. Ну и просто объясняем нашей модели, что ты, модель, будешь управляться вот этим самым анимационным контроллером. То есть чуть-чуть посложнее наша анимация у нас с вами загружается. Ну а в итоге... Ну только его немножко попу развернуло, но тем не менее он у нас с вами замечательно пляшет. К сожалению, можно. То есть в принципе система секретов и система персонажей, то есть такие вещи можно делать в юните, но намного проще и удобнее делать в Максе, конечно, в плане контроля, в плане управления. А однозначно привязка у нас с вами намного проще, намного интереснее будет получаться непосредственно в Максе. Смотрите, пожалуйста. Еще очень один большой плюс юните. Есть наше распоряжение набор готовых и самое что приятное, бесплатных элементов типа тех же самых готовых моделей движения персонажей. Я могу загрузить готовый пакет таких вот элементов персонажей готовых. Там и управление персонажами, там и управление камерами, то есть там есть все-все, что у нас с вами только захочется. Так как у нас с вами наш скелет получился правильный, и его юните правильно из Макс перетащил, я могу найти... Ну вот у нас есть анимация всякая разная. Ее непосредственно импортируем. Она у меня как отдельные элементы моего проекта импортируется. Вот она у меня загрузилась. Вот всякие разные такие вот интересности будут получаться. Типа что-то такого. Называется анимация айдол, анимация покоя. Типа стоит, ничего не делаешь, ждет, пока что там кнопочек нажмут. Или что-нибудь типа такого. Опс. Куда-то запрыгнул. Или что-то типа такого бегом. И смотрите, пожалуйста, вот мой замечательный контроллер анимации, который управляет под персонажем. Вот моя замечательная анимация. Что у нас такое? Понятно. Да, бегом. Могу ту же саму анимацию бегу сюда перетащить. И в итоге, когда я обратно возвращаю свою игрушку, он у меня каким-то образом уже и убежал. То есть можно будет делать свою собственную анимацию, которая на самом аксе создается. Можно будет использовать готовую анимацию. Можно анимацию будет между собой переключать. Можно будет не очень хитрым способом программным прописать там какой-то несложный код. Нажали на кнопочку, работает одна анимация. Нажали на другую анимацию, работает другая анимация. То есть все это на самом деле так иначе присутствует. Даже если не будете в дальнейшем уступить крутым программистам, как я уже говорил, есть большое количество каких-то готовых управляющих скриптов, которые можно будет в своей работе сразу использовать. По крайней мере, получить возможность управления персонажем в плане того же самого движения. Можно будет средствами Unity так или иначе добиться. То есть, в принципе, вы сразу с минимальными затратами с вашей стороны имеете возможность ставить вашу персонажем в игру движок, ставить сюда другие объекты, нарисованные максимально в плане окружения, и уже у вас будет получаться некая заготовочка под вашу будущую игрушку. Все, как видите, не очень сложно, соответственно, происходит. Этому всему тоже можно будет, соответственно, учиться. Есть в нашем центре учебном курсы по Unity. На первом курсе у вас будут учиться создавать игрушки двухмерные. То есть там вот такую игрушку бегалку, стрелялку непосредственно делать достаточно прикольную. Есть курс, который посещен уже трехмерным играм. То есть также будете учиться правильно готовить модель в том же самом тренд-максе, правильно стрелять ее в Unity и правильно прописывать всякие разные управляющие скрипты, чтобы уже в итоге модель непосредственно вас правильно непосредственно делиться. Повторяя итог всему сказанному, несмотря на то, что, в принципе, задача создания собственной игрушки достаточно сложная задача, но, по большому счету, все очень легко реализуется и решается. Было бы желание. Все, конечно, будет упираться во время, все будет упираться в необходимость уметь одновременно работать в нескольких программах, но и задаться целью. Все, может, достаточно будет легко и правильно сделать. Ну что ж, если в будущем будут возникать вопросы по трехмерной графике, по сопутствующим темам с трехмерной графикой, то есть с моей серии 4D ZBrush OneBox, без проблем обращайтесь, с моей электронной почтой у вас на экране присутствует, пишите в письмо, пожалуйста, по-моему. Если нужна будет консультация также по тому же самой Unity, либо по Unreal, будете стоять на перепуте, что же выбрать, и нужна будет какая-то дополнительная консультация, с тоже, без проблем, пишите письмецо. Сейчас с вами обсудим, поговорим и думаю, что все будет совсем понятно. Так что самое главное, чтобы было желание, а мы, с нашей стороны, наши члены специалисты, вам, конечно, точно поможут все ваши трехмерные мечты игровые воплотить непосредственно реальность. Удачи, успехов в случае, что пишите письмецо. С удовольствием помогу.